Всем привет, в данном видео я расскажу всё об механике рыбалки в SoulNight, ведь данная механика не затрагивалась почти другими ютуберами по SoulNight, поэтому не буду затрагивать, давайте приступим к видео. На хасле у себя на Леона за... Во-первых расскажу как пользоваться данной механикой новичка, изначально нам надо в лобби открыть сад, если у нас открыт, то подходим к вот этому рыбаку-продавцу и он нам даёт удочку, которой можно даже рыбачить в лобби, но на самом деле в этом почти есть смысл, ведь весь дроп в лобби будет крайне бесполезным. Максимум, что ты получишь, то это величное оружие на небесный меч, а также лазерную рыбу, поэтому в лобби нет смысла рыбачить, хотя подождите, всё-таки есть. Сначала расскажу, что рыбачить можно только в пруде и аквалиуме, их обоих нужно открывать с помощью ресурсов. С помощью рыболовства ты можешь в лобби вылавливать мусор, и если ты выловишь 150 мусора, то ты получишь достижение «Люби нашу планету». За него ты ничего, конечно, не получишь, но это секретное достижение, кстати, о всех секретных достижениях я уже рассказывал в одном из своих видео, ссылочка в описании. В общем, в рыболовстве можно прокачать удочку, чтобы улов был больше, а теперь я расскажу как её прокачивать. Во-первых, вам нужно найти оружейника и дать ему прокачать свою удочку. Сначала он вам её прокачает до обычной удочки, потом до хорошей удочки, а потом уже и до самой классной, а именно высококлассной. Чем больше уровень вашей удочки, тем лучше вы будете получать улов. Но это также зависит от места, где в лобби, и сейчас всё расскажу. Обычный улов вы можете найти в лобби, а также на первой локации «Тёмный лес». Обычный улов вы можете найти на второй локации «Холодной шахты». Не помним название, в неё можно попасть только через «Зимний биом» с некоторым шансом. Также, я точно не помню, но вроде как в «Тёмном лесу». Также данный улов можно находить и на третьих этажах, как и прошлая редкость, просто шанс чуть-чуть уменьшается найти мусор. Дальше третий улов можно найти на второй локации и третий локации «Адской» и «Пиратской». Ну, очень редкий эпический улов можно найти на третьей локации. Кстати, весь улов можно найти на всех локациях, просто в некоторых локациях шанс больше, а на некоторых меньше. Также шанс зависит от удочки, до в лобби дойти что-то крутое почти нельзя. Ах да, кстати, забыл рассказать, что за рыбалку можно получить бесплатного питомца. Я точно не помню, какая у него способность. Называется «Тарапыга». В принципе, прикольный питовец, да если что, черепаха. Ну и в целом, как по мне, рыбалка это очень классная механика, всё-таки она что-то добавляет в игре, она интересная. В принципе, без неё можно играть, но, как по мне, она всё равно достаточно играбельна. Причём там, некоторое оружие, которое можно выловить, достаточно прикольное, да и тем более хорошее. Поэтому я считаю, что данная механика очень полезна в игре и её есть смысл оставлять. А также, также огромное вам спасибо за то, что вы почти мне помогли добить 500 подписчиков. На 500 подписчиков на данный момент остаётся 5 человек. Надеюсь, вы, конечно же, подпишетесь и помоете мне открыть кладку сообщества, которую я очень сильно хочу открыть. Потому что, собственно, это очень классная тема, в ней можно оповещать, можно всё-таки говорить, можно свои новые видосы рекламировать. Короче, очень классная шняга, поэтому огромное вам спасибо за вот эту цифру, вот. И, конечно же, давайте газовать к 1000 подписчиков, всё-таки на это восстанавливаться нет смысла. Ну и в целом, просто вам огромное спасибо, что вы меня смотрите и до сих пор интересуетесь моим контентом. Всем удачи! Конечно же, во время своего любимого записывания голоса и когда я монтировал данное видео, я, конечно же, заметил, что я забыл напомнить о том, что этот режим очень эксклюзивный, ведь это единственный режим, в котором используется отдельный слот для оружия этого первого. Во-вторых, это единственная механика, которая добавляет в игру какие-то новые оружия, которые нельзя больше нигде достать. Так что, мне кажется, механика очень прикольная, надеемся, что разработчики придумают что-нибудь подобного. Ну, или хотя бы обновят эту механику, потому что она уже вышла давно, а там ничего особо не добавлялось. Поэтому ждём каких-то новых оружий или какие-то новые вещи, которые можно будет получать в этой механике. На этом наше видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok